Начальника нацполиции Днепра Олега Кабаненко отстранили от должности из-за ДТП. В областной прокуратуре подтвердили, именно он был за рулем автомобиля, который сбил 20-летнего парня на пешеходном переходе три дня назад. Что удалось выяснить, следователям расскажет Елена Миндалюк. Как все произошло, пострадавший студент таможенной академии рассказывать журналистам не хочет. Удалось поговорить только с его матерью. Ну, не хочет, да, или стесняется. Не на камеру женщина признается. Сын помнит об аварии только то, что дорогу переходил по пешеходному переходу. Потом столкновение. Сейчас парня перевели из реанимации в термотологическое отделение. Врачи настроены оптимистично, кости срастутся, ходить будет самостоятельно. На скелетном вытяжении находится. То есть это метод лечения, который, в общем-то, чтобы вы поняли, стабилизирует перелом. И, в общем-то, есть возможность даже, что эти отломки встанут на свое место. Простым языком. Данная травма не представляет опасности для его жизни. Версию водителя, совершившего наезд начальника нацполиции Днепра Олега Кабаненко, пересказывает в областной прокуратуре. Мол, около 10 вечера Кабаненко возвращался со службы в районе улицы Богдана Хмельницкого. Проехал на зеленый сигнал светофора. Вдруг на капоте оказался парень. Кабаненко утверждает, скорость не превышал, ехал 50 км в час, но парня на переходе не заметил. Кабаненко побояснил, что он не видит этого пешехода. Вы без Днепра выскочили, или как? С тех свидетельств, которые мы получили от пешехода, он находился на тротуаре. После этого он какой-то час отвлекся на телефон. И после того, как он встал на проезжую часыну, ему потерял свидетельство. На время расследования начальника нацполиции Олега Кабаненко от служебных обязанностей отстранили. Аварию областная прокуратура расследует по статье нарушение правил безопасности дорожного движения. Она предусматривает штраф 8,5 тысяч гривен или лишение свободы на полгода. Елена Медрюк, Евгений Тернецов. Подробности в телеканал Интерднепр. Продолжение следует...